Изменчивая ткань нашего повествования вновь разворачивается к северу от Гиндукуша. Древняя Каписа, современный Баграм, Афганистан. С этим городом мы уже встречались в нашем повествовании – родина буддийских паломников и самого сладкого вина античности. Цитадель Баграма была важнейшей точкой на одном из самых главных торговых маршрутов Евразии, соединявшем Индию со степями Центральной Азии, Ираном и странами Запада. Крепости и дворцы города все еще исследованы недостаточно. Они хранят множество ответов, которые могли бы пролить свет на историю одной из самых загадочных империй Центральной Азии – империю Великих Кушан. О существовании ее западным историкам до XIX века было ничего неизвестно. Классические авторы сохранили лишь туманные намеки и общие фразы о могущественном бактрийском царстве. Многочисленные торговцы из Египта, караванных городов Сирии и Месопотамии ревностно хранили тайны маршрутов на восток, а парфянские цари старались всячески препятствовать связям Рима с Кушанским царством. Чуть более подробные источники из Поднебесной, с которыми мы неоднократно столкнемся. Но важно понимать, что столь отдаленное западное царство мало интересовали хайнских шпионов, чиновников и торговцев. И потому многие сведения, сохранившиеся в ханских хрониках, содержат противоречивые путаные сведения и откровенные вымыслы. И лишь археологические открытия на протяжении последних полутора веков помогли пролить свет на историю Кушанской империи. Один из исследователей Центральной Азии, Баджанат Хпори, подсчитал, что в момент расцвета население Кушанской империи составляло около 60 миллионов человек, примерно столько же, сколько проживало в империи Августа. Даже если предположить, что эти цифры несколько завышены и умозрительны, сложно отрицать, что в определенный момент династия Кушан заняла одни из самых густонаселенных регионов Евразии, где проживало до 20% жителей всей планеты. Таким образом, Кушанская империя становилась равной великим империям, возникшим в Средиземноморье и Поднебесной, и смертельно опасным соперникам Парфии, переживавшей не лучшие времена. Богатства со всей Айкумены стекались сюда, в сердце Центральной Азии. Ныне полупустынные, горные долины Афганистана и Пакистана, равно как и засушливые равнины Центральной Азии, были изрезаны сетью каналов и дорог. Огромные города величественной империи могли сравниться по многолюдности и величию со славнейшими полисами античного мира, чье имя до сих пор на слуху. В философских школах рождались новые откровения, в первую очередь буддийской мысли, а в мастерских кушанских художников создавались утонченные шедевры. Но вереница катаклизмов, как природных, так и политических, привела этот мир к краху и забвению. На многие века погибшие мегаполисы канули в безвестность, и даже имя их стерло время. В какой-то мере появление столь огромного и мощного государства – логическое следствие тех процессов, о которых мы говорили на протяжении всего цикла бесед по истории Центральной Азии и одной из ярчайших проявлений угасающей эллинистической эпохи. С другой стороны, Золотой век Кушанской империи – эпоха хронологического водораздела в Центральной Азии. С гибелью этой династии весь регион постепенно начнет погружаться в глубокий кризис. Как небольшой кочевой клан стал основоположником одной из величайших империй Центральной Азии? Кем были завоеватели Кушаны и как выглядел удивительный мир империи тысячи городов, простиравшейся от песков Хорезма до джунглей Центральной Индии. Империи, объединившей греческую, иранскую, индийскую, степную цивилизации в едином культурном пространстве. Постепенно, шаг за шагом, разбирая археологические свидетельства и недавно обнаруженные письменные источники, мы попробуем восстановить блистательную историю династии Великих Кушан. С кочевым народом Юэджи мы уже не раз сталкивались в нашем повествовании. Именно они на рубеже III и II века до н.э. вступили в противостояние с растущей мощью державы Хунну, и после долгих и кровопролитных войн вынуждены были отправиться на запад, уступив новым завоевателям Гонцуйский коридор. В китайских источниках, например, в Цяньханьшу, истории древнего Хань, говорится, что после поражения от Хунну Юэджи разделились на две ветви. Одна из них, Сяо Юэджи или Малая Юэджи, ушла на юг в неприступные горы Цзиляньшань в предгорьях Тибета и смешалась с Цянами, тибетцами. С ними мы встретимся в свое время. Но большая часть их, чье название Да Юэджи, Великие Юэджи, надолго закрепилось в китайских источниках, и отправились они на запад. Их приход в степи Центральной Азии вызвал цепную реакцию, согнав с обжитых мест на многочисленные сакские племена. Фактически эффект домино привел к тому, что саки заняли Сагдиану, а парны – Парфию, о чем мы подробно говорили в свое время. Постепенно двигаясь на юг, Юэджи заняли руины погибшего греко-бактрийского царства, в последние годы разделенного на множество враждующих между собой уделов. Наиболее вероятной представляется гипотеза, что Юэджи изначально были наемниками, приглашенными греко-бактрийскими династиями для участия в гражданских войнах. Многие города бывшей греко-бактрии не были разрушены. В некоторых регионах, особенно к северу от Мударьи, не сохранилось свидетельство вооруженного вторжения, следу пожарищей разрушений, обязательного атрибута всякого завоевания. Естественно, Юэджи – это не самое название, а лишь транскрипция на китайский лад. Но как называли себя племена, сыгравшие столь значимую роль в истории Евразии? Хакан Айдемир, специалист по истории Центральной Азии, предлагает реконструкцию на основе различных китайских источников, как арши, арки или ярки. Он утверждает, что этот этноним имеет индоевропейское происхождение. Восточно-иранские языки были своеобразным лингва-франка на огромных степных просторах в первых веках до н.э. Но точная этимология все еще остается предметом спора. Вероятно, о них говорит Страбон, упоминая неких асиев, в числе народов, отнявших у греков Бактрию. Среди прочих упоминаются уже знакомые нам Сакаравлы, Сакараука, занявшие затем Систан, и Тахары. К сожалению, Страбон ограничивается лишь перечислением этих народов. Путешественник Джан Цянь, посланный с разведкой и дипломатической миссией на запад около 126 года до н.э., застал великих Юэджи к северу от Амударьи и у самых рубежей Бактрии, разделенные на множество царств. Аристократы Юэджи ответили ханскому посланнику, что устали от войн и хотят мирно жить в новообретенной родине, отказавшись вступать в союз с Хань против Хонно. Джан Цянь оставляет лишь краткое описание обычаев и нравов Юэджи. В языках похож на язык жителей Анси, то есть Парфи, обычаи и одежда у них также схожи. Они носят густые бороды и искусны в торговле. В оценке численности Юэджи Джан Цянь сомневается, то ли 100, то ли 200 тысяч воинов-лучников, в любом случае грозная сила. Археология подтверждает и дополняет слова ханьского разведчика. В долине Заравшана, в восточной части Бухарского оазиса, Бешкентской долине и к востоку от современной Хатлонской области Таджикистана появляется захоронение нового типа, не похожее на сакские, названное в археологии подбойно-катакомбным типом. Примечательно, что курганы появляются на окраинах обрабатываемых земель. Пастбища кочевников, не изменивших пока своему привычному образу жизни, не задевали обрабатываемые земли. Качевья Юэджи возникают как заслон богатых земледельческих регионов от степи. Очевидно, принимая покорность земледельцев, пришельцы гарантировали защиту покоренным народам. Мирное сосуществование греко-иранских земледельцев и новых пришельцев из степи ляжет в основу удивительного синтеза кушанской культуры, но до этого должно было пройти время. Но кем были пришельцы Даюэджи? Великий исследователь эллинизма Уильям Тарн говорил, что вопрос этот столь туманный и сложный, что он с радостью обошел бы его молчанием. Прошло сто лет со времени написания этих строк. Археология предоставила нам огромное количество новых материалов, но обилие их может смутить еще сильнее. Об их языке, кроме краткого свидетельства Джан Цяня, ничего не известно. Первые тексты появятся спустя век после гибели греко-бактрии. Часть пришельцев по облику и культуре была близка к Прохоровской археологической культуре, к ранним сарматам. Другая часть пришельцев была тесно связана с Таримским бассейном, как восточно-иранскими народами, так и древними индоевропейцами, жителями юга Таримской впадины, говорившей на реликтовых языках так называемой группы Кенту. Кроме того, в некоторых могильниках появляются носители монголоидной внешности и генетически связанные с Алтайским регионом. Правда, из нескольких сотен могильников Северной Бак-3 лишь в двух захоронениях, а руктаусском могильнике Хатлонской области современного Таджикистана, черепа отчетливо монголоидные. Генетические исследования погребения этого периода Зеравшанской области показали еще более пеструю картину. Среди захоронений самого раннего Кушанского периода встречаются как выходцы из земель современного юго-восточного Казахстана и Западной Монголии, так и потомки древних восточноевропейских охотников-собирателей до индоевропейского населения степных просторов. В оседлых погребениях Северной Бактрии, помимо очевидных выходцев из Иранского Нагорья, значительную долю представляют потомки жителей Восточного Средиземноморья, Анатолии и Кавказа, вероятно колонисты, наемники и переселенцы, поселившиеся в Бактрии в Ахименицкое и Эллинистическое время. Подробности и детали приведенных исследований, как обычно, в списке литературы в конце видео и в ссылке в описании. Пока же подчеркнем самое важное. У истоков Кушанской империи были народы невероятно пестрые по своему происхождению, многие из которых были согнаны с привычных мест волной переселений и выходцам из различных регионов приходилось искать общий язык. Кроме того, в культуре и традициях переселенцев из Великой Степи проявилось влияние их заглядных врагов Хонну, которое подтверждается как археологическими находками, так и более поздними изображениями. Восточное влияние проступает в особом обряде, с которым мы будем регулярно встречаться в истории Центральной Азии, но Юэджи были первыми, кто принес его на земли Северной Бактрии. Некоторые черепа искусственно удлинены. При рождении голову ребенка перетягивали шнуром, деформируя кости черепа. Удлиненная форма головы считалась маркером принадлежности к правящей элите. В иконографии ранних кушанских правителей особая форма черепа нарочито подчеркивалась. Следующее упоминание в Ханшу относится к сотому году до н.э., когда Юэджи пересекли Амударью и подчинили своей власти все земли Северной Бактрии. Это также подтверждается археологически. Засушливые равнины Северной Бактрии изобилуют степными курганами, тогда как на юге, формально признававшем власть новых завоевателей, следов кочевников долгое время не наблюдается. Огромные кочевья на границе пахотных земель позволяли разводить большое количество лошадей, пригодных для знаменитой латной конницы. А сохранившиеся многолюдные эллинистические ополисы поставляли тяжелую пехоту. Сочетание лучшей в мире конницы и отборной эллинской пехоты представляло собой грозную силу, практически несокрушимую мощь рождающейся империи. Сохранилось упоминание о том, что земли Юэджи были разделены между пятью сихоу, властителями Юэджи, каждый из которых правил в своей ставке и подчиненных верховному правителю Да-Юэджи. Сихоу – это китаизированная версия высшего титула степной аристократии, упоминающаяся на Кхароште как Яуса, а по-гречески Эйау. Некоторые вожди чеканяли монеты, имитируя последние греко-бактрийские выпуски, чаще всего последнего правителя Гелиокла, подчеркивая свою преемственность с погибшим царством. Но, по крайней мере, один род внес изменения выстоявшуюся иконографию. На монетах появляется характерный профиль, часто с ритуально деформированной головой. Очевидно, что они воспроизводят индоскифские и парфянские образцы, и в краткой легенде чаще всего значатся лишь два слова – Эйяо Кошано. Примечательно, что надпись выполнена уже на бактрийском языке. Бактрийская письменность на основе греческого алфавита просуществует на территории Центральной Азии до конца IX века н.э. Для удобства передачи восточных языков к греческому алфавиту была добавлена буква ШО, передававшая звук Ш. Так, на монетах рубежа Р впервые появляется грозное имя Кушан. Но кем был этот правитель, горделиво подчеркнувший свой титул на монетах? Долгое время второе слово на монете считалось как Герай, и считалось, что это личное имя первого правителя Кушанской династии. Но странное дело, генеалогия кушанских правителей считалась в позднейшие периоды священной, и никаких упоминаний правителя с похожим именем не сохранилось. Повторное изучение монет и фрагментарных надписей позволило разгадать эту тайну. Это слово Эйяо, являющееся попыткой передать греческими буквами слово Эйу или Явуга, протатюрский титул Ябгу. Вероятно, титулатура вместе с прочими символами власти была принесена из великой степи и позаимствована у заклятых врагов Юэджи Хонно. В пользу того, что это лишь титул, говорит серия монет, где Эйяо упоминается в череде прочих титулов Санап и Тиранноинтос. В череде титулов Санап и Антеих – иранская и греческая искаженная версия одного титула, отражающий, а Тиранноинтос – силой захватившей власть. Именно этот титул упоминали ханьские источники, говоря о Сихоу – удельных властителях в Бактрии, подчиненных верховному правителю. Примечательно, что ставки правителей располагаются в городах, некоторые из которых основаны на новом месте. Еще 30 лет назад Джан Цянь описывал кочевые ставки до Юэджи, и вдруг у недавних кочевников появляются новые укрепленные цитадели. Встречающиеся в ханьских источниках названия ставок Сихоу и их локализация все еще представляют значительные трудности. Сопоставление ханьских источников и археологического материала позволило найти одну из ранних столиц всего царства Юэджи – близ поселка Шахринау в Гессарской долине, примерно в 50 километрах к западу от современного Душанбе. Там же в Гессарской долине обнаружено огромное количество юэджийских артефактов раннего периода. В плодородной долине в цепочке укрепленных поселений размещались многочисленные гарнизоны, видимо царское войско, защищавшее столицу и основной торговый маршрут нового государства. Практически 100 лет со 130-х годов до нашей эры до первых лет эры христианской называются темными веками кушанской истории. Источники восточные и западные смолкают, и о политической истории региона практически ничего не известно. Однако именно эти 100 лет являются важнейшим этапом формирования эклектичной общности будущей империи, когда выходцы из степи переняли эллинистическую и бактрийскую культуру, язык и образ жизни, привнеся новые степные элементы. Один из самых ярких памятников раннекушанской эпохи сохранился в 3000 километрах к северо-востоку, на территории современной Монголии, в знаменитом хунском могильнике Найон-Ула. В одном из курганов был обнаружен знаменитый ковер, произведенный кушанскими мастерами в последних десятилетиях первого века до нашей эры. Вероятно, мы никогда не узнаем, как он попал к хуннам – в качестве дани или же как трофей военного набега. По другой версии, мастера, соткавшие этот ковер, были угнаны хуннами в плен из Северной Бактрии. Так или иначе, сюжеты и мотивы, и детали этого шедевра степного искусства могут приоткрыть завесу тайны над первым веком кушанской истории. Общая композиция имеет религиозный характер. Царь или жрец участвует в религиозной церемонии в окружении воинов, облаченных в сакские и парфянские одежды. В облике царя можно узнать знакомые черты с ранних монет. Без сомнения, он изображает идеализированный образ кушанского правителя. Прямые светлые волосы, зачесанные назад, подхвачены, по-видимому, несохранившейся диадемой – символом царской власти из грехобактрийской иконографии. Примечательно, что глава процессии, царь, восседает на эллинистическом складном стуле, – тип, перенесенный в Центральную Азию греками. Он подчеркивает его статус военного предводителя. Аналогичные стулья можно обнаружить, например, на раннепарфянских монетах. Еще одна характерная деталь – цветные ленты, свисающие с рукавов предводителя – символ, появившийся на греко-бактрийских монетах и затем ставший одним из самых важных символов царственности в Центральной Азии. Подражая греко-бактрийским божествам, кушанские владыки помещали развивающиеся ленты на свои доспехи и одежды, как символ фарра или хварны, и затем они попали в царскую иконографию сассанидов и тюрок. В центре, изображенной на ковре церемонии – тренога для процеживания напитка, вероятно, хаума – священного напитка, дарующего царскую власть. Примечательно, что тренога увенчана фигурой пантеры или барса и венками, – дионисийскими символами, подчеркивающими эллинистическое влияние. Ассоциативный ряд подчеркивает и обрамление ковра, эллинистические гиппоканты и виноградные лозы, которые одновременно могут отсылать и к культу Диониса, и к Мехрагану – одному из главных маздыйских праздников, связанных с плодородием и распитием вина. Однако во всей пестроте панорама раннекушанской культуры предстает в знаменитом бактрийском золоте – артефактах из могильника Тилля-Тепе, которое во многом дополняют и подтверждают изображения на ковре из Найон-Улы. Детективные истории, связанные с исчезновением, повторным открытием и вновь утратой этих шедевров центральноазиатского искусства, оставим для другой беседы. Невероятно богатый некрополь возник неподалеку от хорошо укрепленного города в Мши-Тепе на севере современного Афганистана. На вершине холма была построена греко-бактрийская резиденция, которую затем занял один из Ябгуд Юэджи, и погребения в Курганах безусловно относятся к новой знати, захватившей страну. Большая часть артефактов – произведения бактрийских мастеров, вдохновленные ближневосточными или степными мотивами. Но есть и редкие привозные вещи со всех обитаемых концов древнего мира. Примечательно, что это – один из самых ранних образцов будущего кушанского искусства, но в этой эклектике уже угадываются общие мотивы, которые будут стремиться повторить мастера на протяжении многих последующих веков, вплоть до исламской эпохи. Один из самых ярких шедевров Тилля-Тепе происходит из второго погребения, принадлежавшего знатной женщине. Это подвеска, изображающая укротительницу драконов. Черты лица главной героини характерно монголоидные, но при этом она облачена в иранскую корону, а отметка на лбу намекает на индийское влияние. С одной стороны, это знаменитая ипостась богини Нанны, одной из самых популярных бактрийском искусстве – образ, попавший из Месопотамии в Центральную Азию при Ахиминидах. Месопотамская ипостась Инанны и Штар, как богиня любви, плодородия и воскрешения, проникла в Бактрию при Артаксерксе, который посвятил ей в Бактрах великолепный храм и монументальную статую. Для маздыйских подданных она соотносилась с богиней Ордвисурой Анахитой, богиней вод и плодородия. Так, в Бактрах родилось синкретическое божество, одно из самых важных в религиях Центральной Азии вплоть до исламского периода и даже после него. Даже в современном Пашто слово «нави» – «невеста» происходит от имени этого божества. Как богиня плодородия она выступала в роли божества, усмиряющего силы стихии, побеждающего дикие неосвоенные пространства, населенные злыми духами, зверями и воинственными племенами. Вместе с реками и рукотворными каналами она приносила на освоенные земли цивилизацию, порядок и царскую власть. Поэтому в обществах, находившихся на границе освоенных земель и полупустынь, ведущих постоянную борьбу за орошаемые земли, благословение этой богини было столь важно. Впервые как укоротительница диких зверей, драконов или львов, она появляется в средневавилонский период. Затем мы можем ее встретить на ахименицких печатях, где Нанна восседает на льве. На раннесредневековом изображении из Хорезма Нанна держит в руках гранат и луну, символы бессмертия, воскресения и божественности. Примечательно, что как божество, охраняющее от ужаса в пустыне, она почиталась в Тариме, и оттуда ее иконография попала в Поднебесную в виде богини Сиванму, владычицы Запада, восседающей на драконах. Но вернемся к кушанским шедеврам. Богиня укращает драконов. С одной стороны, изогнутые рога чудовищ, также заимствование из Месопотамского канона, где рога мифических персонажей подчеркивали их чудесный божественный статус. С другой, изогнутые позы и сам художественный стиль отсылает к степному искусству, знаменитому скифосибирскому звериному стилю. Несмотря на то, что это произведение бактрийских мастеров, несущие ближневосточные сюжеты, подвеска из стиля ТП, безусловно, вдохновлена степным искусством, искренним и неистовым. И вот уже богиня плодородия – это олицетворение мирового древа, помещенного в центр мироздания. Один из важнейших образов степного и сибирского искусства. По смыслу дополняют эту композицию золотые бляшки из этого же погребения, изображающие крылатых эротов на дельфинах. Очевидно, что мастер по памяти копировал эллинистический образец и при этом никогда не видел дельфинов вживую. Вместо них он, похоже, изобразил рыб из окса. Морские создания из эллинистической мифологии соотносились в Центральной Азии с культом Вахша, то есть окса, бога важнейший из рек региона, и потому неудивительно видеть их в свите богини Ордвесуры, покровительницы вод. Примечательно, что здесь же, в этом погребении, был помещен перстень, казалось бы, из совершенно иной реальности, изображающий Афину в греко-бактрийском шлеме. Интересную вариацию на тему богини, седлающей чудовище, можно встретить на поясной бляшке из шестого погребения. Пара, в которой можно признать Диониса и Ариадну, восседают на персидском драконе, похожем на чудовищ ахименицкого искусства. За фигурой Диониса парит крылатая ника, держащая пальмовую ветвь и благословляющую венком божественную пару, символ успешного похода Диониса на восток, от которого возводили традицию государственности и царской власти греко-бактрийские и греко-индийские колонисты. Полулежащий селен протягивает женской фигуре винный ритон в виде головы козла, композиционно дополняя сцену Дионисийского шествия. Примечательно, что в этом же погребении встречаются принципиально разные географические, но при этом невероятно выразительные браслеты, с головой льва, повторющие знаменитые образцы ахименицкого искусства, и с головами антилоп, ближайшие аналоги которых найдены в могильниках Ордоса и Кореи. Причем, что важно, все они произведены бактрийскими мастерами, а не привезены из отдаленных стран. В четвертом мужском погребении золотые застежки иллюстрируют воинскую моду юэджей. Детали лучше всего видны в прорисовке. Воины облачены в эллинистические керасы и шлемы характерной формы, которые можно увидеть на последних греко-индийских монетах. При этом роскошная перевесь и длинные кавалерийские мечи с рукоятками, украшенными головами орлов, характерное вооружение кушанских воинов-катафрактов, происходящие из Тарима и Алтайского региона. Грифон и унок воинов помогают дополнить грозный образ. Это божество Орлагна, кушанская версия воинства Веретрагны, подателя царской власти и покровителя воинов. Примечательно, что в этом же погребении были обнаружены монеты Римской империи, монеты Тиберия, очеканенные в Галлии, датируемые 21-м годом нашей эры. Еще один ярчайший артефакт, обнаруженный в четвертом погребении, это ножны небольшого кинжала скифского типа, подчеркивающий ярчайший синтез различных цивилизаций. Этот кинжал, вероятно, был символом царской власти, одно из самых совершенных произведений во всем могильнике. На золоченных ножнах изображены сражающиеся фантастические существа, крылатые львы, будто сошедшие с рельефов Персеполиса, ханьские драконы, рогатые существа из степных мифов, круговорот жизни и смерти, обвивающий символ мирового древа, на вершине которого дионисийский символ. Рукоять кинжала украшена фигурой медведя, держащего виноградную лозу. Вторые ножны небольшого окинака также изображают сражения между фантастическими существами. Сцена обрамлена индийской свастикой и головами горных баранов, священных животных у кочевников-саков. При этом сама форма ножен и узнаваемые фигуры сражающихся животных ближе всего к артефактам, найденным в Монголии и Тыве. Расличные реальности подземного мира, мира людей и духов, равно как и различных цивилизаций, встретились здесь, в погребении юэджийского правителя. Интересное восточное влияние проявляется и в бляшках, украшавших обувь погребенного вождя. На них, в обрамлении бирюзы, колесницы с балдахином, растянутым на бамбуковых шестах. Форма колесниц и сам стиль их изображения, безусловно, ханьский. Но при этом колесницы запряжены крылатыми львами, а всадники облачены в характерные степные халаты. Вероятно, в этом переплетении стилей проглядывает искусство хатана, столь близкое к кланам юэджи и испытавшее влияние ханьской эстетики. В этом же погребении была найдена одна из самых загадочных монет. Ни дата ее чекана, ни даже география ее происхождения неизвестна. На ней изображен мужчина, толкающий колесо с восемью спицами. Надпись на кхорошке гласит «Тот, кто приводит в движение колесо закона». Это, безусловно, одно из самых ранних изображений Будды, наглядное свидетельство постепенного проникновения буддизма к северу от Гентукуша. Однако, каким значением наделяли этот символ древней юэджи, сказать сложно. Кроме этого единичного случая, свидетельств о знакомстве с буддийским учением ранних жителей МШТП пока нет. Здесь в невероятной эклектике проступает образ будущей империи, объединяющей различные символические пространства. Сложно сказать, имеем ли мы дело с произведением степного, иранского, греческого или индийского искусства. Это наглядная иллюстрация пестрого характера юэджийской культуры. Первые годы существования Кушанского царства сокрыты тьмой веков. Лишь фрагментарное упоминание судьбоносных событий, разворачивавшихся в самом сердце Азии, позволяет нам по крупицам восстановить цепочку событий. После смерти Аза II в Индоскифском царстве влияние индийских династий к северу от Гентукуша ослабло, что позволило молодому царевичу из клана Кушан Куджуле Катфизу предпринять решительные шаги. Около 20-го года н.э. он занял богатую Кабульскую долину. К этому же времени относится краткое, но очень значимое упоминание из Хоу Ханьшу. Некий правитель удела Гуйшуан, т.е. Кушан, по имени Цзюццу, китаизированная версия имени Катфиз, напал на четырех других правителей великого Юэджи, разбил их и провозгласил себя верховным правителем царства, которое стало с тех пор именоваться Гуйшуан, Кушанским. Сомневаться в достоверности этих сведений, поведанных ханьским хронистам Кушанскими послами, не приходится. Однако дата этого события – предмет горячих споров в академической традиции. Новое царство Куджулы Катфиза оказалось зажатым между великими державами своего времени. На западе располагалась Парфианская империя, переживавшая очередной период политической нестабильности, но все еще бывшая грозным соперником для молодого государства. На востоке крепла мощь Индопарфянского царства во главе с Гандафаром. Не рискнув бросить ему вызов, Куджулы Катфиз принял вассальную присягу индоскифского царя, потому в списке подданных Гандафара он упоминается лишь как вассальный владыка Эрджуна Капа. Примечательно, что о других владыках Юэджи ничего не известно. К этому моменту Куджулы Катфиз уже владел их землями единолично. Вероятно, ему пришлось уступить часть своих владений Индопарфянскому владыке, но лишь ненадолго. Как показывает история, Куджулы Катфиз умел ждать. В это же время он заключил союз с сатрапами небольшого владения в Панджабе – Чухсы, по-видимому скрепив его династическим браком. Так, вассалы Гандафара, правившие в Панджабе, Лиака Кусулака и его сын Патика Кусулака носят одно родовое имя. Кусулака – лишь версия бактрийского имени Куджула, стремящийся. Распространение власти и влияние Куджулы Катфиза в Панджаб – ключевой момент в истории раннего Кушанского царства. Обнадеженный вассальной клятвой, владыка Кушан мог не опасаться за свою восточную границу. Но судьба молодого государства решалась за тысячи километров от снежных вершин Гендукуша в среде парфянской аристократии. После смерти Гандафара около 20-го года н.э. Индопарфянское государство во главе с Абдагасом оказалось вовлеченным в западную политику парфянской империи. После смерти Артабана II в Парфии началась гражданская война. Наследник Шахиншаха Гатарс II был смещен знатью и бежал на восток, уступив трон своему брату Вардану. Источники молчат, куда именно на восток отправился свергнутый правитель. По-видимому, он нашел убежище при дворе сестанских владык, где начал собирать коалицию всех несогласных с правлением царя Узурпатора. Его поддержали Дахи, жители Герканских гор и некая боковая ветвь Аршакитского дома, образовавшая полунезависимое царство в Мерве. Во главе столь сильного и многоплеменного войска в 43-м году н.э. Гатарс двинулся в центральный Иран, намереваясь отобрать престол у Шахиншаха Вардана, однако был разбит. Вероятно, это поражение изменило расклад сил в Центральной Азии. Вардан подчинил клиентские царства на востоке, покорил Систан и провел границу между Парфянским и Индопарфянским царством по Инду. Его монеты встречаются практически во всей Центральной Азии. Уцелевшие местные династии признают его власть. Индопарфянское царство, как мы увидим дальше, так и не смогло оправиться от этого поражения. Несмотря на то, что к востоку от Инда власть Вардана не распространялась, утрата плодородных земель Систана и торговых путей через Гиндукуш сыграла роковую роль в судьбе Индопарфянского царства. Но чью сторону в этой войне приняли Кушаны и Куджулакатфиз? Об этом письменные источники молчат, но археологические находки могут пролить свет на это. На севере государства Куджулакатфиза, на берегу Сурахандарьи, на территории современного Узбекистана, расположился один из важнейших городов раннего Кушанского царства. Увы, имя этого города утрачено, мы знаем его лишь по современному названию – Халчаян. Когда-то давно это было военное поселение эллинов, затем ставка местного правителя Сихоу, побежденного Куджулой Катфизом. В первом веке нашей эры вдоль каналов вырастают роскошные особняки-знаки, украшаются величественные здания и храмы. Примечательно, что крепостные стены, разрушенные во время войн и смуты греко-бактрийского царства, не восстанавливаются. Жителям города некого было опасаться. В центре города возводится дворец, уже при жизни Куджулы Катфиза, ставший главным святилищем Кушанской династии. О роскошных барельефах, украсивших стены дворца святилища, мы вкратце упоминали в беседе об индоскифах. Теперь настало время подробнее взглянуть на них. Как и положено родовому святилищу, эти рельефы отражали реальные события из священной истории рода Кушан, кровавые войны с заклятыми врагами-саками, подвиги кушанских владык и богатые трофеи. Все это запечатлено с невероятной скурпулезностью. Рельефы, расположенные почти под потолком, дополнялись пестрой живописью, к сожалению, почти полностью утраченной. Вероятно, она относилась к более раннему периоду и могла бы поведать о самых ранних периодах кушанской истории, сокрытой завесой тайны. Скульптурный фриз обрамлен фигурами эротов-гирляндоносцев, схожих с золотыми фигурками из телля ТП – круглые лица, слегка раскосые глаза, пухлые тела, символ молодости и обновления, жизни и плодородия. Некоторые из них облачены в скифские колпаки. Вместе с фигурами сатиров и девушек-орфисток они образовывали уже знакомый нам сюжет Дионисийского шествия, обрамляющего основную историю. И подобно тому, как Дионисийские празднества в искусстве индоскифов обрамляли истории жизни Сиддхартхи Гаутамы, в Халчияне они создают фон для истории династии. Над входом в святилище располагалась композиция, изображавшая славных предков династии. В центре на троне восседает правитель с булавой и в высоком клобуке, очевидно основатель кушанской династии. Такой головной убор будут передавать по наследству цари Кушанской империи, а затем, претендуя на славу погибшей династии, его будут изображать многочисленные монархии Центральной Азии, вплоть до исламского периода. Рядом с главой рода стоят его наследники, будущие великие правители Кушан со своими женами. А сидящая на троне фигура в царской диадеме слева, облаченная в парфянское платье, имеет портретное сходство с парфянским царем-царей Варданом, чьи портреты известны по многочисленным монетам, выпущенным в Центральной Азии. Можно предположить, что этот рельеф отражает положение дел, династический брак, заключенный во время восточного похода Вардана, отголосок союза между Кушанами и Парфянами в междоусобной войне на востоке. На другом рельефе вновь портретная череда Кушанской династии. Богиня на колеснице венчает владык, знаменуя победу. Один из воинов в богатом одеянии стоит с трофейным сакским пластинчатым доспехом. Лица и одежды портретны. Они удивительно похожи на образы, предстающие на самых ранних кушанских монетах и на габелине из Найон Ула, и изображают, по-видимому, одного и того же персонажа, основателя Кушанской империи. Отзвуки этой войны достигли Поднебесной. В Хоу Ханьшу, истории «Поздний Хань», содержится краткое упоминание того, что Дзюдзюцу, то есть Куджула Катфис, нанес поражение Анси, то есть Парфяном, и завладел неким царством Гау Фу, то есть Кабулом, с чего начал свою череду завоеваний. Очевидно, что ханьский информатор не был посвящен в тонкости парфянской политики, и о междоусобицах Центральной Азии знал лишь понаслышке. Но даже в столь эпизодическом источнике содержатся важные детали. Кабулом кушанский владыка завладел, что подразумевает занятие без боя, а другие царства он разрушил. Вероятно, был заключен договор, надолго укрепивший парфяно-кушанскую границу, позволивший новой империи обратить свои взоры на восток, в сказочно богатое государство Индостана и Центральной Азии. После знаменательной войны Куджула Катфиз вместе со своими союзниками перешел в Гентукуш и вторгся в Индию около 45-го года нашей эры, начав постепенно теснить индопарфянских царей. Сначала он захватил Кабул, оттуда раньше всего пропадают индопарфянские монеты. Затем занимает Гандхару. Об этом вкратце упоминает Хоу Ханьшу, заявляя, что Кушаньский царь вместе со своим сыном Яньгао-Джу, китайзированная форма имени Вима Такто, победил Тяо-Джу, то есть государство северо-западной Индии, назначил наместников для надзора и управления по всей стране. Эта победа сделала царство Куджулы Катфиза величайшей силой в регионе. Ханьские источники упоминают невероятно долгую жизнь первого правителя Кушан, более 80 лет. Конец его правления относится к 80-м годам нашей эры. Он пережил последних индоскифских царей, отчаянно сопротивлявшихся на берегах Инда, и оставил своему сыну Виме Такто огромное богатое государство, раскинувшееся от берегов Сырдарьи до Таксилы. Примерные границы его государства можно очертить по выпускам монет. Изначально он очевидно копировал индогреческие и индоскифские монеты, подчеркивая свою преемственность с великими правителями прошлого. На первых выпусках двуязычных монет содержатся ошибки в надписях на Кхорошке. Очевидно, что язык новых подданных был чужд кушанским мастерам. Вима Такто довольно долго именует себя просто царем. Однако после решительных побед над индоскифами он перенимает пышную титулатуру. В качестве одного из основных титулов кушанских царей на много поколений делается Дева Путраса, Сын Божий, вероятно калька с ханьского титула Тяньцзы, Сын Неба. В последние годы правления Куджулу Катфиза его власть признавали западные Махакшатрапы, Сакская династия, владевшая торговыми городами на берегу Индийского океана. Это, по-видимому, отразилось на принятом полной титулатуре кушанских владык, следовавшей ахименицкой формуле Махараджаса, Раджатираджаса, Дева Путаса, Кусанаса, Великий Царь, Царь Царей, Сын Божий Кушан. Для ираноязычных подданных использовалась бактерийская форма Шаунаношао, аналогичная персидскому шахиншаху. Еще при жизни царя ему посвящались храмы и статуи. В каждом центре провинции возникали здания, именуемые Девакула, Дом Бога, храм, посвященные правящему царю и его божественным предкам, подобные храму в Халчияне. Но в пропаганде божественной власти Куджулак Атфис пользовался не только иранскими степными, греческими или китайскими образцами. В конце его жизни появляется довольно обширная серия монет, отчеканенная в таксиле, копирующая римские монеты Августа. Принимается весовой стандарт и стиль изображения, кушанские монеты украшают портрет римского императора в венке. Торговые связи со Средиземноморьем становились все интенсивнее. Услышав о Великой империи на Западе и ее противостоянии с парфянами, Куджулак Атфис провозгласил себя преемником власти Августа. К подобному приему будут не раз обращаться кушанские монархи. Имя преемника Куджулы Атфиса долгое время было неизвестно. На своих монетах он редко упоминает свое тронное имя, предпочитая греческую формулу Сатер Мегас – Великий Спаситель. Только в 90-х годах XX века была найдена работакская надпись – творение его внука Канишки, прославляющая божественную династию. Благодаря этому открытию удалось точно датировать правление кушанских царей и установить, что безыменного царя звали Вима Такто. Его правление с 80-го по примерно 90-й год нашей эры знаменовалось военными триумфами кушан и постепенным расширением империи на восток, юг и северо-восток. Именно от времени Вим и Такто ведут свой отчет большинство знатных династий Сакского, Парфянского или Индийского происхождения, много веков влиявших на судьбы региона. Отдаленные регионы империи управлялись полунезависимыми династиями. Правило, как мы видели, общее для всех государств региона – от Грекобактрии до Парфии. Большинство правителей носили персидский титул Хшатропаван – хранитель царства, его эллинизированную версию Сатрап или его сакскую версию Кшатрапа. Одной из самых значимых династий, принявших подданство кушан, была династия западных Кшатрапов, владевших Гуджаратом и богатыми торговыми городами на побережье Индийского океана. Они были смешанные с Сакко-Парфянского происхождения, вероятно, из нескольких родственных династий. Греко-индийская экспансия к берегам Индийского океана соединила отдаленные регионы Индостана с Ираном, Аравией и Средиземноморьем. Незначительные прежде прибрежные города превратились в могущественные торговые центры, самым знаменитым из которых стала Баригаза – современный Пхаруч в штате Гуджарат. Важнейший торговый мегаполис быстро стал центром наук и искусств. В торговых факториях поселились многочисленные иностранцы. Мастера из Средиземноморья трудились при дворе кшатрапов недалеко от побережья, в Меннагаре. Примечательно, что здесь найдены утонченные изделия из Египта и Средиземноморья, вероятно, подарки или налоги царским наместникам. Одним из самых неожиданных предметов ввоза в Центральную Индию и Средиземноморья оказались рабы. Сделки по покупке рабов у яванов засвидетельствованы в Астраконах, найденных на берегах реки Кришна – реке, отделявшей владение западных кшатрапов от владений южноиндийских царств. Впрочем, индо-римская торговля – тема для нашей следующей беседы. Примечательно, что сакские кшатрапы поддерживали тесные связи не только с западными регионами – Южной Аравией, Ираном, Месопотамией, Сирией и Египтом. Их усилиями началась активная колонизация Индокитая, вероятно, именно подданные западных кшатрапов первыми прошли по морскому пути из Индии в Поднебесную. Яванская легенда рассказывает о неком Аджи Сака, то есть царе Саков, посланных на остров Яву, сражаться с царем демонов, и от него, как полагается, ведет свое основание цивилизация Нусантары. Безусловно, это легенда, но имеющая под собой реальные основания. Монеты кшатрапов находят на островах Индонезии, и именно искусство западного побережья Индостана оказало влияние на ранне-яванское зодчество. Огромное богатство и приток средств привел к процессам централизации. Вдоль побережья возникает могущественное царство. Соперничество между ними было не избежать. К последним годам жизни Куджулы Катфиза относятся правление могущественного Нахапаны, чье имя на саксском означает «защитник рода». По-видимому, он стал вассалом Кушан, поскольку большая его часть монет содержит кушанский чекан – признак вассалитета. При этом царская власть практически не вмешивалась в сложную политическую игру, которую вели западные кшатрапы за господство над Центральной Индией. В ряде успешных кампаний он потеснил могущественную и древнюю династию сатаваханов, упоминаемую в Пуранах, захватил северную часть плато Дикан и горные перевалы – единственный путь, по которому можно было попасть с побережья в Центральную Индию. Саксскими войсками командовал зять кшатрапа Нахапаны Ришабхадатта. В своих надписях в пещере Нашек он гордо провозглашает себя Саком – мужем царской дочери. Прославляющей его надписи говорится о его триумфальных победах над Малавами, разбежавшимися лишь от приближения его ратий. После чего Ришабхадатта обязал 16 деревень направлять свои налоги на поддержание культа богов и содержать брахманов. Далее следует долгое описание благоустройства новозавоеванных земель Центральной Индии – строительство колодцев и садов, наведение бесплатных паромных переправ и строительство укрытия дождя вдоль дорог и бесценный дар – изысканно украшенная пещер для буддийской общины. В комплексе пещер Нашек лишь одна относится к периоду правления западных сатрапов – относительно скромная Нахапана Вихара – общежительная обитель буддийских монахов. Рядом с ней была заложена еще одна пещера, однако ее изначальный облик утрачен – роскошный барельеф и украшение капителей относятся к более поздней эпохе. Особый интерес представляет посвятительная надпись «Современное завоеванием западных сатрапов». Эту пещеру посвятил некий Индрагнидатта – сын Тхамадевы, по его словам, вдохновленный истинной религией и с целью почтить всех будд, дарованных Сангхе. Даритель называет себя северянином Еваной, то есть греком, из Даттамитри – Димитриаполиса, Варахозии. Примечательно, что спустя несколько веков после упадка Грекобактрии, эллины все еще продолжали играть большую роль в жизни региона. Во второй половине правления Нахапаны Южноиндийское государство, объединенное успешным полководцем Гаутамипутрой, потеснили саков из центральной Махараштры. Гаутамипутра заявляет, что он сокрушил тщеславие кшатриев, то есть наземных воинов, и оскоренил династию Кшахрата, то есть кшатрапов. Впрочем, эти победные реляции были далеки от истины. Невероятно тяжелые и кровопролитные войны между кшатрапами и царством Сатаваханов растянутся более чем навек. Еще одна любопытная династия кшатрапов, возникающая в правлении Вимы-Такто, носит название Паратораджей. Возникшее на обломках Индоскифского царства, владение Паратораджей занимало территорию современного ирано-пакистанского пограничья в Белуджистане. К сожалению, территория Белуджистана редко упоминается в письменных источниках, и сохранившиеся археологические свидетельства создают интригующую картину иранского буддийского княжества. По-видимому, правящая династия происходила из медийского племени Паритакенов, известных у античных авторов. Во времена Ахименидов они были переселены на восток современного Ирана, где с ними встретился Александр Македонский. Их цитадель была основана в горах близ современного Ларалая в пакистанском Белуджистане, а владения в период расцвета доходили до берегов Индийского океана. Основателем династии считается Йоламира, воин Митры, облаченный в царский венок на аверсе серебряных драхм. В своей царской цитадели он пожертвовал земли для строительства буддийской вихары, о чем свидетельствуют надписи на остроконах, найденных в окрестностях Ларалая. По царскому указу эту вихару были приглашены религиозные наставники из буддийской школы Сарвастивада, одной из первых свидетельств буддийской экспансии на земли Восточного Ирана. О приверженности Йоламира индийской культуре свидетельствует и то, что его сына, преемника царя Параты, звали Арджуна, единственное небактрийское имя в долгой череде правителей царства. К сожалению, кроме имен и отдельных надписей, лишенных контекста, о буддийском иранском царстве практически ничего не известно. В конце III века оно вместе с прочими индо-парфянскими государствами было завоевано империей Сассанидов и далее упоминается как Пардан – одна из отдаленных восточных провинций Персидской империи. Подчинение, порой номинальное, богатых государств в северо-западной Индии привело к притоку богатств в Кушанскую митрополию. Впрочем, войны сотрясали не только южные рубежи империи. Тучи сгущались на востоке, в Таримской долине, в богатых торговых городах вдоль шелкового пути. Города государства Тарима регулярно норовили выйти из-под власти наместников западного края, прибегая к помощи Хунну или могущественного степного государства Кангюй. Кангюй или Кангха занимала обширные земли современного Южного Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Подробная история этого удивительного государства во второй беседе о ханьско-хунских войнах. В 1984 году ханьский полководец Бэн Чао двинул экспедиционный корпус на царство Шаче, современный Яркенд, провозгласившее свою независимость от Поднебесной. Находясь в Асаде, жители Яркенда отправили послов к правителю сильнейшего царства региона, в Кашгар. Правивший от имени ханьцев местный владыка по имени Джун, как говорит Хоу Ханьшу, поддался на подкуп и примкнул к яркенцам. Наместнику Бэн Чао пришлось действовать решительно. Лишив царя Кашгара царской власти, Бэн Чао назначил номинальным правителем области своего начальника канцелярии из грамотных ханьцев, сдавших государственный экзамен. Все ханьские гарнизоны в провинции выступили против мятежников. Понимая, что в открытом бою с экспедиционным корпусом хань ему не выдержать, Джун обратился за помощью к кангюйцам, и те прислали ему на выручку отборные отряды латной конницы. То, что начиналось как локальная стычка, быстро переросло в масштабную войну. Дело принимало опасный оборот для Бэн Чао. Тогда он решился лично отправиться к Кушанам, к Виме Такто, с посольством. Кушаны поддерживали близкие отношения со своими могущественными северными соседями. Лишь незадолго до этого они заключили династический брак с кангюй. Направившись ко двору Вимы Такто с богатыми дарами, Пэн Чао попросил оказать посредничество в этом конфликте. К сожалению, подробности нам неизвестны, но кангюйская армия вернулась из Тарима, а Джун номинально сложил оружие и признал власть хань. Впрочем, через три года, в 1987 году, Джун вновь задумал расправиться с могущественным наместником Поднебесной. Его предал кто-то из ближайшего окружения. Бэн Чао, узнав о заговоре, заманил к себе мятежника и убил, что было одним из важнейших шагов по замирению непокорных западных регионов. В том же году пал Яркент, и хань полностью восстановила власть в городах Таримской впадины. Ко двору императора Поднебесной прибыли посольства из Парфии и от Кушан, причем последнее поразили императорский двор подарком, привезя антилоп и львов. Рассчитывая на вознаграждение за свое вмешательство в дела западного края, Кушанское посольство передало требование Вимы Такто выдать за него императорскую дочь. Несмотря на то, что подобные прецеденты существовали и ранее, ханьский двор ответил решительным отказом. Император Лю Джао верно рассудил, что быстро крепнущая Кушанская империя может представлять серьезную угрозу ханьским владениям в Центральной Азии. Бэйн Чао были посланы инструкции задержать посла и ограбить посольство. Это приравнивалось к объявлению войны. Вима Такто назначил полководцем некого помощника правителя, происходившего из Саков. С большим войском, которое Хоу Ханьшу оценивает в 70 тысяч, что безусловно завышено, Сакский полководец выступил из Ферганской долины, пересек горы и вторгся в ханские владения. Дальнейшее описание кампании, сохранившейся в биографии Бэйн Чао, выглядит сомнительно. Огромное Кушанское войско осадило Еркент с ханьским гарнизоном и стало страдать от голода. Посланные в разные места фуражеры с золотом, пытавшиеся закупить у местных провиант, были пойманы ханьскими разъездами и казнены, а их головы на пиках отправлены к Сакскому полководцу, чем невероятно его напугали. После чего, осознав свое бесственное положение, Кушанский полководец попросил гарантировать ему безопасное возвращение домой и, смирившийся было с поражением Бэйн Чао, с радостью принял это предложение. После этого, как гласит Хоу Ханьшу, потрясенный милостью наместника, Кушаны ежегодно присылали ему дары. Безусловно, численность посланного войска, излишняя эмоциональность кушанского предводителя, да и сама история с дарами – плод фантазии автора. Однако вполне вероятно, что при первой попытке покорить города Тарима Кушаны действовали без предварительной разведки, и конное войско действительно могло столкнуться с трудностями при осаде хорошо укрепленного города и вынуждено было отступить на запад. На 20 лет Кушанская империя оставила попытки установить контроль над городами Тарима. После смерти Вимы Такто около 90-го года к власти пришел его сын Вима Катфиз, правивший вплоть до 127-го года. Пожалуй, первым его свершением было завоевание Матхуры, одного из крупнейших и главнейших центров Северной Индии. Утверждая царскую власть в этом городе, он повелел Сатрапу Матхуры построить Девакула – храм царской династии. При этом Сатрап Хумашпала, основавший святилище, был назначен богонапати – первосвященником, хранителем святилища. Так Сатрапы и высшие наместники выполняли заодно и ритуальные функции первосвященников царского койта. Из всего убранства храма сохранилась обезглавленная фигура Вимы Катфиза на троне с посвятительной надписью у постамента. Примечательно, что это один из самых ранних образцов унифицированного кушанского династического искусства, выработавшего особый канон имперского эстетического стиля. При этом именно в правлении Вимы Катфиза происходит любопытная попытка введения государственной ортодоксии. Вима Катфиз вводит унифицированную систему чеканки, сохранившуюся до конца кушанской династии. Он отказывается от греческих весовых стандартов, которых придерживались ранее, и вводит римскую систему мер и весов. Так кушанская золотая монета полностью соответствует римскому ауреусу эпохи Августа, а серебряная – римскому динарию. При нем же создается портретный канон изображения царей, воспроизведенный помимо монет на бесчисленных копиях статуй и фресок царского койта. В отличие от последующих кушанских владык, на монетах Вима Катфиза, подчеркивается лояльность лишь одному божеству – Оэшо, или Шиве. Индуистское божество опирается на трезубец Тришулу – один из ярчайших символов шиваийской традиции. Примечательно, что иконография Шивы копирует более ранние греко-бактрийские изображения Посейдона, особо популярные среди смешанных греко-скифских правителей позднего периода. И это не случайно. Мы уже говорили прежде, что в Центральной Азии Посейдон почитался как покровитель коневодов и сотрясатель земли, что может быть близко к воинственным ипостасям Шивы. Очень часто на бактрийском он именовался просто как Иозадо Икарисаро – воинственный бог, поэтому неудивительно, что его выбрал в заступники один из самых успешных завоевателей в истории Кушанской династии. Любопытно, что на некоторых монетах Шива изображается в нехарактерной иконографии с языками пламени. Это характерный образ бога смерти Ямы, одновременно божества Ямры, верховного бога гендукушских религий, оживляющего своим огненным дыханием вселенную. Вплоть до XX века культ Ямры был распространен в Каферистане, в горах Гендукуша. И, видимо, к этой ипостаси индоевропейского бога отсылает нас Кушанская иконография. По-видимому, особым влиянием пользовались шиваистские наставники из Уджайна или по-бактрийски Озоно, вошедшего в состав империи при Виме Катфизе. Художники и жрецы из этого города упоминаются по всей империи. Например, на севере современного Афганистана, в Дильберджине, Вима Катфиз приказал жрецу крепости, распорядителю садов и охоты, перестроить древний храм Диаскуров в храм Шивы, от которого сохранилась утонченная роспись, изображающая Шиву и Парвати. Из посвятительной надписи известно, что специально к храму был подведен канал, рожавший храмовое хозяйство, и строительством его занимались мастера из Уджайна. Располагавшийся неподалеку город Андезо, современный кундуз был обязан направлять все свои налоги на поддержание храма Шивы и покровительство шиваистскому духовенству. Текст, упоминающий налог города Андезо, представляет особую ценность. Это один из нескольких сильно поврежденных горных барельефов в Дашт-Энавур в Афганистане, записанный на нескольких языках и прославляющий место, особо ценное для династической истории Кушан. Последующие цари также размещали своего звания богам здесь. Барельеф Вим и Катфиза составлен на трех языках – к хорошке, бактрийском и, по-видимому, сакском. Примечательно, что царь все еще пользуется эрой Эвкратида, греко-бактрийской эрой и македонским календарем. В 279 году, в месяце Гарпай, царь пришел в Андезо и разгромил Саниго. В качестве благодарности за победу царь провозгласил вечный культ воинственного бога в этих горах и устроил величественный пир, а последующие цари благодарили своих богов-покровителей за помощь, оказанную в этой битве. Увы, пока невозможно сказать, кем были заклятые враги царя-царей и от какой страшной опасности он спас свою империю. Были ли это вожди горных кланов или непокорные роды юэджи, нам остается лишь строить гипотезы. Особый интерес представляет загадочный язык, который большинство исследователей полагает сакским, дублирующий основную надпись. Эта надпись далеко не единственная. Надписи, похожим алфавитом, встречаются на руинах Айханум, относящиеся к эпохе, когда город только оставили греческие жители. В династическом храме в Халчияне, в Южном Таджикистане, на руинах Древнего Мерва, в Пешаваре, в Кашгаре и Хатане. Похожий шрифт встречается в гораздо более ранних находках, надписях на чашах в иссыкских курганах, найденных на территории Южного Казахстана. Однако здесь еще одна загадка. Венгерский лингвист Янош Харватта предложил вариант расшифровки, используя хатаносакский язык, как ключ. Однако признавал, что прочтение все еще далеко от ясности. Очевидно, что это разные языки, использующие одну систему письменности. Предпринимались попытки расшифровать эти надписи, используя гораздо более поздние архонские надписи и древнетюркские руны, что также оказалось лишь научным допущением. И лишь в 2023 году, благодаря прочтению бактрийских билингв, найденных на территории Таджикистана, удалось окончательно дешифровать это письмо. Пожалуй, расшифровка этого письма – одно из главных открытий центрально-азиатской археологии за последнее время. Оказывается, что это малоизвестный ранний язык, по-видимому, на котором говорили сами Юэджи. Он близок к хатанскому или сакскому, но при этом представляет особый этап развития восточно-иранских языков. Примечательно, что в основе его записи сильно искаженное арамейское письмо – основное письмо канцелярии региона при Ахименинах. Но где Юэджи познакомились с арамейским письмом и когда появился этот письменный язык, нам еще предстоит узнать, благо в последнее время новые открытия в этой сфере следуют одно за другим. Стоит признать, что стереотип о бесписьменной центральной Азии постепенно разрушается с новыми и новыми находками. В кушанскую эпоху в степных просторах к северу от Амударьи существовало как минимум две системы письменности. К концу правления Вим Катфиза его государство простиралось от берегов Амударьи до центральной Индии. В качестве восточных провинций его государства упоминается, например, Козамбо – Каушамби – одна из важнейших твердынь индийской истории, расположенная на берегах Джамны, и Кувадиано – царство в Гималаях – один из оплотов последующей экспансии кушан в высокогорные регионы. Именно через высокогорные регионы, через Каракорум и северные перевалы проходил один из основных маршрутов, связывавших Индию с Таримским бассейном. Центр тяжести империи постепенно смещался к востоку. В Кашмире последнее десятилетие Вимы Катфиза отправил наследник Кушанской династии будущий великий царь Канишко. Без всяких сомнений Канишко – один из величайших правителей Центральной Азии. При нем солнце славы Кушанской династии будет находиться в своем зените. Но об этом в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok